Хочу сказать, что мы провели операцию «Золотой дракон», но задержание, которое было два дня назад, это не первое задержание в череде нашей работы. В июле месяце, в августе месяце мы задерживали граждан России и граждан Украины, которые занимались перевозкой, складированием и сбытом крупных партий синтетических наркотиков. Причем, если летом синтетические наркотики мы изымали десятками килограммов, то сейчас, в сентябре, мы задержали человека, который готовил к реализации порядка 300 килограммов синтетики. Синтетика поступала в Российскую Федерацию из стран Юго-Восточной Азии, и преступники предполагали ее распространить на территории фактически всего Центрального федерального округа. Это достаточно примечательная личность, это действующий сотрудник внутренних войск, он имел опыт боевых действий, кроме своего военного прошлого, он имел кинематографическое прошлое, снимался в различных фильмах, в различных сериалах. В частности, сыграл одну достаточно значимую роль, он снимался в сериале «Бригада» и играл начальника охраны, главного героя, если помните, Саши Белова. Он был задержан в тот момент, когда к нам поступила информация, что в московском регионе есть склад наркотиков, в котором хранится порядка нескольких сотен килограмм этого зелья, и есть человек, который работает на этом складе и распространяет наркотики с этого склада. Хочу отметить, что наркотики также были упакованы достаточно необычным образом. Они были упакованы в 8 слоев фольгированной металлизированной бумаги, что, по мнению преступников, обезопасило бы сбыт вот этих наркотиков и выявление этих наркотиков с помощью собак, с помощью различных электронных приборов, которые есть у нас на вооружении. А что не задержано? В результате этой операции ФСКМ возбудило уголовное дело, но, как я уже сказал, в связи с тем, что задержанный гражданин является действующим сотрудником, материалы этого уголовного дела мы передали в военно-следственный комитет по московскому гарнизону. Я хотел бы сказать, что изъята была партия концентрата наркотических средств, и из каждого килограмма из этой партии получилось бы 15-20 килограммов курительной смеси. И вот эти курительные смеси, эти спайсы, готовились к распространению на территории фактически всего Центрального федерального округа. Также они должны были отправлены быть в Уральский округ и в Сибирь. Для этой группы была характерна глубокая конспирация преступных действий. Они пользовались фальшивыми документами, среди которых были в том числе документы сотрудников правоохранительных органов. И могу сказать, что эти документы были сделаны на достаточно высоком уровне. По нашей версии, к изготовлению этих документов причастны люди, причастны граждане, возможно, причастны даже спецслужбы. Которые могли организовывать наркотрафик в отношении Российской Федерации. Так, это ваша машина? Машина? Да, моя. Не ваша машина? А кто вас просит перевести данные по упаковке, вот эти мешки? Я не знаю. Не знаете? Нет. А где возле ржава? Возле гаража. Возле гаража. Это ваш гараж был? Снимал. Вы снимали гараж, да? А что вы в нем хранили? Машину. Машину и больше ничего? Да или нет? Да. А как вот эти вот сверки, которые у вас в автомашине? Я не могу объяснить. Не можете объяснить? Нет. То есть, вам подбросили или вы просто не хотите отвечать на этот вопрос? Я не могу объяснить. Не можете объяснить? А почему? Это вот каниниское вещество в пакете, напоминающий чем-то канифор. Съехать за отку. Серёж, Москва. Розовые кристаллы есть такая штука А что это такое? Не помню как называется Это тоже сыпается Да И потом как он разбавляется Это какой? Вот этот розовый? Он употребляется перорально Некоторые даже умудряются внутривенно То есть красители, да? Предполагается беречь глаза Угу Что там подгоняет? Тут И все, подъедете смотрите Башку улыбни Посвал Держи Продолжение следует...